Главная новость этого времени Денис Цыпленков возвращается Последний пост в инстаграме PalUSA с роликом Где Денис поднимает на бицепт Штангу весом 105 кг Уже на разы Добавило радости фанатам армрестлинга В столь нелегкий для всего мира Плюс Денис сменил имидж Отрастил бороду Теперь он выглядит уже как боевой Халк Который готов уничтожать Именно об этом мы поговорим В сегодняшнем нашем выпуске Друзья, чтобы получить доступ Прямой трансляции первого этапа ТОП-8 в категории 105 Плюс и 95 кг Перейдите к нам на сайт ArbezTV Именно на сайте ArbezTV вы сможете посмотреть Прямой эфир ТОП-8 во время Его проведения Все ссылки в описании Пока коронавирус заставляет большинство государств Изолировать своих граждан от массовой Эпидемии Наши армрестлеры пытаются найти способ Тренироваться в домашних условиях Все спортзалы закрыты А есть страны, где вообще запретили выходить на улицу Без строгой на то причины Давайте попробуем найти позитив В сложившейся ситуации для соревнующихся спортсменов Вот, например, 16 арбрессерам Двух категорий ТОП-8 Нечего переживать за то, что они пропускают тренировки Ведь они находятся в домашних условиях А значит все равны В этот кризисный период каждый из них должен не потерять того, что они набирали Так долго и тяжело Сила, мышцы, вынудливость С питанием проблемы не должно возникнуть Вроде продуктового коллапса пока не предвидится А вот с тренировочным оборудованием уже посложнее Каждый изощрялся как мог Вот, например, у дальнобойщика Виталия Лалитина Есть дома жимовая лавка Да, и с отягощением нет проблем Плюс он любитель гнуть металлические прутья Так что без тренировок Виталий не остается А вот Евгений Прудник Кстати, на втором этапе Женя был соперником Виталия Креативит, ого-го как Берет резину, привязывает ручку к батарее И таким образом тренирует кисть Говорит, что батарея целая и не думает оторваться Вот остались сторис, где Женя на площадке у дома проводит такую же тренировку Сложно представить, как надо натягивать резину, чтобы она давала хоть какое-то должное сопротивление для Евгения с его силой Слава Богу, что в Украине ограничили количество рейсовых самолетов А то, не дай бог, выскочит из рук данный спортивный гаджет и получит прозвищу Женя Зенитчик Дима Трубин, как мы заметили, имеет блок у себя в домах И постоянно готовится на медвежонка Силаева Всякие карантины нам нипочем Мы тренируем дома Тренируем нормально, мощно Так что всем мясо, теста, железных связок И заряжайтесь от коронавируса чесночком, самогонщиком И тренируйтесь дома, если нет другого варианта Мы не знаем, как, но Рустам Бабаев где-то нашел тренажерку, куда он заходит на тренировки Честно, это или нет, вы можете спросить у его соперника Вадима Олейникова Все это позитивно влияет на наш боевой арм-рестлерский дух Но вернемся к теме Цыпленкова Денис реально удивит Мы даже предположить не могли, что он так скоро возьмется за тренировки с такими весами Ясное дело, что это не то, что Денис подымает на пике Но, друзья, это 105 килограмм на штанге И он подымает ее на 5 раз Ливан, мы тебе не завидуем Ливану Сагинашвили, возможно, придется готовиться на левую руку Поединку с Денисом Цыпленковым Все потому, что на золотой тур в 2019 году Они вместе заговорили об этом Да, и нам очень хотелось увидеть двух Халков у одного стола И не просто для фотографии А для конкретного рубилова на левых Спросите, почему на левых? Так Ливан же участвует в топ-8 на правую Да, у вас сразу же возникнет вопрос Номер два А хватит ли сил у Ливана на 4 вендеты в рамках одного года? Ливан сказал, что он всегда готовил левую руку ровно, как и правую И, кстати, чтобы вы не сомневались, что это так Представляем вам кадры с его тренировок Мы еще перед финалом ездили к Ливану И он левую тренирует столько же, как и правую Так что тут непонятно, кому кого бояться Ливану Дениса или Денису Ливана Но то, что я бы отдал денег, чтобы глянуть на такой поединок Это правда Наверное, люди с таким трепетом не ждали вендету Ларад Цыпленков Как Цыпленков с Агинашвили Денис реально очень опасный соперник для Ливана Каким бы вялым или больным Цыпленков недавно не был Настолько мы знаем, проблема со здоровьем у Дениса была одна Это травма вены, которую он по оплошности получил, таская большие веса Не в то время Если вас подробно интересует диагноз Дениса То у нас на канале есть ролик об этом Он, кстати, скоро наберет миллион просмотров Так что, если вас интересуют конкретные ответы по здоровью Дениса В том ролике он сам на все ответил Так вот, к чему это все Денис уникален тем, что может в достаточно краткие сроки Набирать очень хорошую физическую форму Как он готовился к Пушкарю и Ларату Я приезжал к Денису в гости Он выглядит внушительно мощно Потом еще раз приезжаю через пару месяцев И это совсем другой человек Нам кажется, что Денис Цыпленков-Халк не потому даже, что так выглядит А по тем меркам, как он быстро превращается из сильного спортсмена В невероятного монстра с бицепсами по 60 см Мы боролись, рука у Дениса уже хорошая Причем при том, что он отдыхал длительное время, болел Сейчас он только начал восстановление Посмотрите только на новый имидж Дениса Он отрастил бороду Стал еще брутальнее Заметно набрал массу И по его словам, он сейчас весит 125 кг И прямо сказал всем, кто хотел похудевшего Цыпленкова Записать в категорию топ-8 до 95 Забыть об этом и даже не шутить в эту сторону Даже представить страшно, как должен выглядеть Цыпленков, чтобы он боролся в категории до 95 кг Наверное, для этого надо машину времени И перенести Дениса в его юношеские годы Тогда да, запишем Цыпленкова в 95 Очень интересный должен быть поединок Тогда мы узнаем, можно ли закрыть эру Дениса Цыпленкова Которая длилась уже более 10 лет Если Ливан победит, тогда уже его можно будет объявить повелителем новой эры тяжелого арбрестинга Но если победителем будет Цыпленков, тогда у меня закончатся все слова и аргументы Вот как вы считаете, если Ливан не победит Цыпленкова, что будет тогда? Какой статус дать Денису? Как это называется? Джон Брзенк? Но эра Брзенка была тогда, когда люди особо тренироваться не умели Не было строгих методик, циклов и оборудования Брзенк – это человек, который побеждал, не тренируясь в зале А сейчас совсем другая эра Или нет? Вот Джон все докажет во время своего поединка на первом этапе ТОП-8 до 95 Тогда будем судить или же вы не согласны? Брзенк даже Цыпленкова побеждал Представьте себе Простой мужик-авиамеханик Джон, который выступал в категории до 95 кг, борол мутанта Дениса Цыпленкова А потом на виндете в Лас-Вегас Денис пробовал брать реванш, но тоже проиграл После этого у Джона не получилось победить Дениса Уже тогда наступила его эра Сейчас в профессиональном аэрбрессинге абсолютно новая конкуренция Другой уровень Особенно это касается категории без ограничения веса Сейчас спортсмены с весом до 100 кг не имеют малейших шансов против мастодонтов открытой категории Ливан Сагинашвили Виталий Лаликин Дэйв Чапель Благо у профессиональной лиги арфрестинга получается открывать новые категории Пример тому 2020 год и категория до 95 В которой себя реализовать могут многие из армрестлеров Чей организм не позволяет им взращивать свое тело до умопомрачительных весов А пока будем надеяться, что эпидемия пойдет на спад И мы будем держаться в рамках планов, которые мы построили в начале года Особое спасибо тем, кто поставит лайк и подпишется на канал Таким образом вы поддержите профессиональную лигу армрестлинга Которая организует самые лучшие турниры и медеты в мире Спасибо всем и до скорых встреч Не забывайте, что лучшие оборудования для армрестлинга уже в наличии Есть ручки под любой хват, маленькой, средней и большой руки Приобретайте уже сейчас на сайте armfight.eu